В начале 90-х я стоял на рынке Красноармейска, Донецкой области, это Покровская, и проходит мимо человек, я только человек 10 стоял, я много говорил, объяснял, рассказывал, и так только дух перевел, шоколадем немножко подкрепился. Смотрю, идет человек, вижу, в рынок очень много, много людей, но это человек выдающегося плана, вот я чувствую излучение его, вид даже, очень благородный человек. И он меня спрашивает, ты на пути? Ну я сразу сработал чисто рефлекторное мышление, ошибочно, есть рефлекторное мышление, оно должно быть подконтрольно. Я не проконтролирую, я сразу сработал как врач, думаю, так, шизофрения, думаю, на каком пути, я стою, ем шоколад. А он мне спрашивает, ты на пути-то, я стою, я подумал сразу про него, шизофрения, думаю, или он имеет в виду религиозная какая-то секта? Он это прочитал сразу, отвернулся и пошел. А я потом, прошли годы, я вот до сих пор, сколько лет прошел, 19-й год, а был в начале 90-х, думаю, да может быть, может быть оттуда, где должны были, даже в этом слое, там просто спрыгнуть, на пути. А я дурака свалял, а подумал, шизофрения, или вообще секта какая-то, на пути, стою, ем шоколадом, спросил, на каком пути. Слишком коротко, уточните вопрос. Я с ним не разговаривал, он так метров 10 от меня прошел мимо, прошел. Но впечатление осталось колоссальное. То есть чувство, да, вот это? Чувство даже трудно чувствуется, можно сказать, словами, значительность, благородство, высота духа этого человека. Вот такое впечатление осталось. И чувство, что я умолился, не проконтролировал рефлекторное мышление. А потом просто как врач, что шо, с чего, ну не ты. Думаю, стою, ем, а он говорит, ты на каком пути. Я его спросил, что на каком пути. Как диагноз, дескать, так, сейчас нас с тобой разберемся. Шокис я представляю. Это было, с моей стороны, освернение, как бы, ну, тень на учителя. Я потом подумал, может, учитель шел. А впечатление колоссальное. Я испытывал несколько раз такое впечатление, когда видел людей. Вот меня благословлял на исцеление людей в Киево-Печорской лавре. Один, ну, на экзаменах нам, доктор, преподаватель говорил, там в лавре, наверное, медработник, святый в него считают. А он, говорит, масса людей проходит, там на улице очередь в мороз. Вот сходи, говорит, к нему. Какое мнение? А мне интересовало мнение православия про гомеопатию. И я помню вот эти глаза, впечатления. Я зашел к разным, на разных уровнях, там, с продавщицей, к них религиозных поговорил, со священником поговорил. А с этим даже не разговаривать не пришлось. Он просто настолько видит нас в постели. Настолько, чтобы, ну, все ясно. Он только, я спросил, вот, дед, как православие относится. Он на это не ответил. Он говорит, вам какой-то внутренний церковный язык. Я потом у своего товарища, адвентиста, спросил, что-то он говорил. А он спросил у кума, а тот православный священник. А он-то мог повыше спросить. Он говорит, это внутренний язык, это благословляет. Но он потом расшифровал. Я говорю, дескать, я спросил у вас, вы должны бы ответить, наверное. Ну, типа того. Да, аббревиатура такая. Да, а он тогда и сказал, благословляю вас на исцеление. А мне же это слово заинтересовало. Я думал, что они отдельные, а то был перевод. Все они отдельно. То есть, значительность человека бывает видна не по словам, а просто по глазам. Вот впечатление на всю жизнь от него осталось. Янтарные глаза. Цветятся, будь здоровым. Цветятся изнутри таким светом. Раны добрые и чувством доброго юмора. Смотрел на меня, думаю, столько людей пропустил через себя. Я знаю, ну, два человека примешь уже, надо. После одного шоколадку надо съесть. Много энергии отдаешь. А вон столько людей, думаю, ну, еще... Я его, правда, видел, потом специально остался после работы. К Лужатый Лиман. Все отдал. А где он принимал? Это в самой Лавре, да? А как его имя или все? Он врач? Он у меня в записной записи. Или он монах? Он кто как? Он священник. Но этот доктор наук, который принимал у меня экзамен. А он еще живой, в принципе, он как? Нет, сказали, вошел. И он тоже, да? Ага. Вошел, да. Интересно, как его имя. И этот доктор сказал, ну, там, в Киево-Печорске есть человек. А это какие годы были? Да, наверное, или 94-й, или чуть-чуть. У меня вот эти глаза остались, вот, как после того человека впечатление осталось, колоссальной мощи, дух, колоссальной мощи и огромной доброты снисходительности к нам. Высота большая, а снисходительность такая, что думаешь и забыть не можешь. Ну, да, да. А как же стыдно за ошибки тогда свои перед такой мощью. Это живые мощи, да? Ну, да. Такому человеку, как к мощам хочется прикоснуться хотя бы мыслью, словом. Мыслью прикасаюсь, я помню его глаза. И они меня вдохновляют до сих пор. Ну, может, к теле он ушел, а его мысли... Так надо поинтересоваться, на могилку сходить, значит, где-то похоронили его там. Я не сторонник ходить на останки. А, зря. А, зря, а зря, потому что если брать Почаевского, чудотворца, который стрелял людей, могилы, люди стреляют, и мощи, и все. То есть там энергии матери с земли, там тоже иерархия выстраивается, и хорошее поле держит. Это не мое. Я на кладбище ни ко мне на какие не хожу. А, Владимир, вот это именно монашек, на сколько благостное кладбище там вообще? Ну, я был, монахи молодые мне рассказывали, когда я мощи смотрел. Даже нюхал. Элей попросил из Элея сделать лекарство. Мне священник рассказал. Потом мироточил айкона. Я спросил, можно ли ксерокопию снять. Снял, подарил пациентам своим ксерокопию. А из Элея, они говорят, только месяц он будет держаться. Я сделал лекарство. Вы знаете, все равно оно через год испортилось. Это белковое вещество, а пахло прогурклым маслом. Но монах предупредил месяц. Я думал, что я сделаю гомеопатическое лекарство из него. Не получилось. Через год стало пахнуть прогурклым маслом, и я не стал его употреблять. Но я никому не давал, я все проверяю на себе. Поэтому я почувствовал, что ну что-то не получилось. Поэтому законы даже такие маленькие, надо знать, что можно, что нельзя. А вот насчет пчел. Вот вытяжку же делают, как бы вот спиртовую. Ну и мы же делаем гомеопатии, все гомеопаты знают. Из живых пчел, чтобы не было там этой плесени и всего остального. Чтобы не было живо, жизнь была. И они же рекомендуют каждый день. Вот сколько тебе лет, допустим, билет там 60, значит 60 капель в день надо. Это очень наивно. Для того, чтобы включить свет, не надо там 67 скоро, мне не надо 67 раз нажимать на свет. Рефлекс, цепочка рефлексов, она запустилась, она сама работает. Паста бесподобная. Это в вашем сознании, видите, а люди за неподготовлены. Я же говорю не о своем сознании, а сознание Бога, которое служит законы природы такими. Это как народный... Что для гомеопатии не лечит, не помогает, она включает рефлекс. Это по сути рефлексотерапия. Запускает этот механизм самоизлечения, самоконструкции. Поэтому нам не надо много, нам не надо молотком компьютер активировать. Не надо много, надо точно. Отчего и ко... Мы наизусть знаем интоксикацию очень много, десятки различных растений, микрометаллов, минералов. И мы знаем, какая доза будет, как камертон, вызывать созвучие, фокус. А какая будет пустой, слепой дозой. И вот даже глаз сфокусирует же ближнее и дальнее расстояние. Мы также ищем лекарства. Более того, тот, кто готовит, я готовлю поэтому сам. Он сам должен уметь все свои личные качества, сфокусировать на... И одухотворить это лекарство. Это растение, это эссенция, тимптура, а затем высокое разведение. Осознание усиливает осознаваемое. Если ты осознаешь свои возможности и полномочия, и ответственность, они умножаются. На 10, на 100, но в зависимости от качества человека, конечно. Поэтому самое главное, это вообще, что остается от наших 100 лет пребывания на этой планете. Только качества. Они кодируются в духовных генах. Назовите их кристаллизации, жидкие кристаллы, как угодно. Они невидимы. Хотя материальный носитель, вот тут ламы, тут остается. А тот же самый камень, прототип, камень, собственно, вот тот, который там сожжен у ламы нашли, это прототип его качества. А сами качества уходят с ним в другое измерение, в тонкий мир. Гораздо тоньше, чем атом. Потому что атом сам всего лишь мозг между тонким и плотным миром. Если его дробить, это целая вселенная. Вы вот сами, Бог для бесконечных вселенных, в которых вас живут. Там тоже есть игры, роли, хлебеседы. Здесь же двойники, мы сами отражение двойников на жизнь. А там сколько таких парней, которые просто хотят исследовать, как этот мир устроен. Нами любознательные. Они веселые ребята, но они хотят знать, как Бог, как Отец устроил этот мир. Они думают про Игоря. Как он это все придумал? Что мы еще живы, и нам хорошо, нам интересно. Нам дали индикаторы, которые оценивают красоту, как телесообразность, соответствие и гармонию. Все природа эстетически, утилитарно. Все, что красиво, просто практично. Чего длинные ноги красиво еще? Да на них бегать удобно. Чего короткие ноги у кочевников красивые? Что вас интересует? Это сидеть на коне. Сидеть на коне удобно, на кривых ногах и коротких. Ну, это все очень относительно. Но главное, нам дано красота. Мы ощущаем, точнее, соразмерность, гармонию, соответствие, как красоту. Даны эти индикаторы. И они же приносят удовольствие. Поэтому, ну, живешь в мире чудес, с одной стороны. А с другой стороны, восхищение тем, могут тем розумом, который создал, который фамилиями очень-то был. Как бы мы его ни называли. Точнее, будет абсолют, то есть он замежем недосяженного. Мы его не можем понять. И поэтому, ну, как-то антропогенизировать, то есть очеловечивать его качество можно. Но мы должны понимать, что человек, любой, даже аватар, он просто носитель этих законов, этих идей. А сам Бог за пределами нашего понимания. Потому что говорить о нем, это просто гордыня. Глупость. Поэтому молимся все равно. Я вам в своих молитвах, допустим, абсолютно тоже вспоминаю. Спасибо за все. А самых ближних, учителей, конечно, вспоминаешь и благодаришь за то, что они учат, делятся. Не сочкуют, не ленятся. Хотя это трудно, потому что каждое произнесенное слово, даже мысль четко оформленная, это энергия. И человек, который говорит, вот я говорю, я теряю энергию. Вот возьмите... Зерна, зерна как бы отдаются, какое-то зерно попадет, и оно... Да, но это требует, потому что шоколад съесть. Значит, дело в том, что молчальники, вот, обет молчания, думают, что они там, может быть... Не, ну, извините, я перебью, я перебью идею, но есть именно та информация, которая и есть с шоколадом. Почему Иисус говорит, вы не знаете, что, что я ем. То есть, когда Он проповедует истину, Он не получает шоколад. То есть, Ему дается благодать, Ему даже еда не нужна, да? А когда вы уже сходите и беседуете, и даете, ну, в эту грязь, вот тогда уже нужен как бы вам... Ну, вы, я вот проиллюстрирую, вот этот обед я вчера взял, я не завтракал, он не вчера, а сегодня. Меня Киртан кормит. Ну, вот я говорю, это про наедение получается. Это же... Я сел на Киртан? Да, элементы про наедения включаются, потому что какие-то вселенные энергии закачка идет. Да, мы люди про наедение получают. Да. А я сам на них благодарность изучаю, и она меня даже... Да, и она идет усиливать гармонизм. Поэтому я тоже, я как только Киртан, я отдаюсь, потому что ты выплескиваешь, ты видишь, какие обмены идет. Вам дают, что вы возвращаете благодарность и любовь к этим людям. Происходит обмен, но главное, в результате сытости. И многие люди ко мне обращаются, и я вот так их за язык вытягиваю, и говорят, вот я не чувствую, что-то там, совершил какое-то стужение, сево. Да, а я говорю, а вы в Киртане выплескивайте, иначе, как бы, вы пока не выкинули, то старый вам... Чашу не наливаешь, да? Да, да, да. Отдайте, поджите благодарность и к вам поступим. Да, совершенно верно. Это я когда-то, как я в откидываю, читал лет 12, и все, привыкнешь к публицистике, к диалогам, привык искать, исследовать, как следователь, причины заболеваний, это надо разобрать. И думаю, ну, этот писатель, белые стихи пишут, понимаете, мне надо быть практичным, и ко мне задают у меня практические вопросы. И я должен быть полезным человеку тут же и сейчас. А я могу рассказывать то, что написано там 6 тысяч лет назад, или Блаватская гита написано 30 тысяч лет назад. Пока я не сказал себе, если ты такой умный, что споришь про Бхупада, споришь его переводом, с Кришной споришь, напиши следующую страницу. А не получилось, не хватило ума. Хорошо, говорю, Олег, раз такой глупый, хотя бы повтори то, что Бхупада написал, Кришна сказал, хотя бы повтори. А другой раз, 17 раз перечитываешь, считал. Я точно не могу воспроизвести. Проверяю себя? Нет, нет, еще есть более глубокие слои у этой мысли, у этой идеи. Я сдался. Так, все, ты нуль, ты глупый, ты дурак, ты ничего не понимаешь, ты не можешь не только написать, ты и повторить не можешь толком. Что? Тогда слушай, что старшие говорят. И я стал просто белым листом бумаги. Я начал читать с уважением. Так потом мне и Библия открылась, и Агни-йога лучше стал понимать, и Блаватскую тайну, и Докториюста лучше понимать. Когда я пять раз ее перечитывал, смотрю, уже процентов на 5 или на 10 стал понимать. Потому что в пустой чашу можно налить. Но даже и ко мне, если приходит человек, он думает, что он все знает, и еще меня вычит. Я спрашиваю, я одного из священника православного спрашиваю, вот вы критикуете там буддистов, гидов и вообще все, что не знаете. Скажите, что вы можете сказать о том, чего вы не знаете? Ну, он не думал, и думал, не знаю, но ничего и сказать не могу. Вот правильный ответ. Не знаете, не говорите. Поэтому давайте вообще не будем никого осуждать. Мы можем рассуждать, обмениваться мнениями. Написано в Библии, выразумляйте друг друга. Но что-то говорить определенное. Я стал тогда уже и Бхагават-Гейту, и Библию, особенно Новый Завет. Но за ней, говорит, это такая высота. Я стал читать просто для того, чтобы как настройщик музыкальных инструментов настроить струны своей души. С таким состоянием могу и машину ремонтировать, потому что в Харькове никто не хотел дизель, никто не хотел с ним связываться. И сам пришлось, нам купил справочники. Но главное, справочники лучше понимаешь, машину лучше понимаешь, я с ней как живой контакт имею такой. Людей понимаешь лучше. И при этом состояние комфорта, даже когда ты видишь какие-то неподобства, потом уже понимаешь, что подрастут, пойми. А с другой стороны, чувствуешь, что ты что-то можешь. Ну, просто так, если ты излучаешь любовь, как помню, на День Шахтера стоял. Я всех этих людей знаю. Поселок там 7-10 тысяч. Почти всех знают. И они меня знают. Но я смотрю, из моей груди излучаются, как волны такого прозрачного меда. Думаю, Олег, это не все они идеальные. Наоборот, очень много. Чего ты их любишь? И я дальше начал анализировать. То есть слезы текут. И я их так люблю до сих. Анализирую, думаю, ну, они же все имеют какие-то слабости и недостатки. А потом я понял, да это не в них проблема. Это во мне проблема. Я, видно, подрос за последнее время. Или читал какую-то опять чуршок книгу. И меня любовь просто изливает. Это моя проблема. Это я просто их люблю. Не за что. Да, беспричинные люди. Можно я запишу разговор? Я бы и дальше над тем продолжал. Ну, сентиментально что-то одолел. А сейчас буду с ней справляться. Ну, что, спасибо. Вот я тоже на Кришной посмотрю, думаю, че.